Дорогие друзья, уважаемые трейдеры, всех приветствую. С вами Педром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынка. В течение этой программы попробуем посмотреть, что происходит на фондовом рынке. Разберем предыдущие прогнозы, посмотрим на ценовое движение основных валютных пар, фондовых индексов и также основных криптовалют. Посмотрим, что было с прошлого раза, как все закончилось и как есть более или менее важные новости или тренд на рынках, которые могут по-разному измениться и по истечению обстоятельств времени. Как обычно, начнем с основной новости сегодняшнего дня и вся концентрация рынка по факту была на вчерашнем заседании ФРС, которое, как и мы предлагали, вопреки всем ожиданиям, опять же, вы, наверное, в курсе, что ожидания от рынков, это повышение процентно ставки и ужесточение монетальной политики ФРС США в связи с тем, что у них инфляция очень сильно выросла. Но, как и предполагалось нами, по факту ничего такого и мы не слышали, то есть со вчерашнего заседания. Была как раз речь, шла речь о том, что они будут закупать еще больше активов, таким образом продавать доллар. То есть, да. И, как и предполагалось, мы не видели особого снижения на индексов, на фондовых индексов S&P 500 и также Dow Jones. Они просто продолжали свой рост со вчера. Как вы видите, вот эта красная линия, это вчерашняя наша встреча. И сегодня, как мы видим, вопрюки всем ожиданиям, как и предполагалось, рост фондовых индексов продолжается. И после отбоя, после того, как они нарисовали разворотную фигуру неудавшейся его размаха, и, как мы видим, тут техника выбирала с одной стороны, с другой стороны тупой оптимизм, на котором мы ориентируемся по поводу того, что ФРС все равно как бы не будет пока еще повышать процентную ставку, либо ужесточать монетарную политику, тоже побеждает веру в такую мягкую монетарную политику, которая с точки зрения ресурсов новостных это нелогично, это не должно быть. То есть, с точки зрения ожидания этого не должно быть, да, мы все-таки положились на него. И еще один момент, о котором начали говорить позавчера, почему, в общем, рухнули все эти рынки, из-за сильного роста одной очень важной компании, Evergrande китайской, которая из сектора недвижимости, из-за его сильного роста долга началась с собой вот этот СПА. И если помните, как бы вчера и позавчера тоже говорили о том, что по факту эти проблемы, они очень быстро решатся, особенно если речь идет о Китае. Китай сам регулирует всеми этими действиями, он сам давит, когда хочет, когда не хочет, он просто немножко дает репо, немножко качает в рынке деньги. И как мы видим, как и предполагалось нами, просто вышло вчера заявление о том, что эта компания решила все-таки выплатить свои долги определенным там способом, в долларовом эквиваленте, так, чтобы никто ничего нигде не пострадало. И как мы видим, касательно китайского рынка, восстанавливаются на 4-х часовом тайм-фреме. По факту мы видим за продолжением, мы наблюдаем за продолжением восстановления, такого восстановления рынка, ну, последние свечи, то есть последние там 6-5 свечей имеется в виду, да, то есть на данных графиках, за продолжением восстановления. То есть, можно ли ставить на это какие-либо очень сильно большие ставки инвестирования, пока еще рано, пока еще нет. Опять же, вы должны понять, что есть долгосрочная перспектива и среднесрочная перспектива, и краткосрочная перспектива. Мы во время обзоров питаемся все вместе разбирать, так, чтобы более-менее вам было понятно, почему вот сегодня так, а завтра может быть так, а послезавтра может быть совсем по-другому, да. В общем, в целом, пока еще все по нашей конспирологии двигается и, как говорится, сценарии сбываются, слава богу. Единственное, что по поводу доллара США и цен на облигации, которые тоже здесь у меня должны быть открыть, в общем, доллара США, просто разберем, но их корреляция почти прямая. Как и предполагалось, по факту оказалась под давлением, то есть она не сильно выросла после ретеста вот этих сильных отметок. То есть, да, там определенным образом цена по факту еще застряла над ней якобы, но сама картинка здесь не очень радостная. В целом, показывает картина 4-6 графика нам, что несмотря на прорыва очень важного сопротивления по индексу доллара 93, цена не смогла по факту добраться до максимума предыдущего, самого крайного, самого близкого, да. И это не очень хорошая картина с целью покупки. Тут есть расширение, то есть расширяющаяся формация и по-другому это срыв, да, то есть волатильность и так далее. И зачастую это сама эта фигура является признаком разворота на рынках, разворотом тенденции, да, предыдущей. То есть мы сейчас говорим по поводу вот этого восходящей, вот этой восходящей тенденции. И в целом по поводу этого еще вчера, то есть, ну, как бы были намеки о том, что вероятнее всего это может произойти. И в целом это само по себе показывает на снижение максимумов в тренде, который есть. Поэтому в целом по поводу ситуации, которая сложилась, по поводу ситуации, которая продолжается и вот тот спад, который начался и тот негативный, негативное мышление, негативное зрение, точки зрения по поводу фондовых индексов, по поводу фондового рынка вообще и Китая, и США, и в целом всего мира, оно все равно немножко еще вот не та точка, от которого нужно отталкиваться в том плане, что типа мы уходим там в долгосрочные распродажи, да, ну, то есть это так пока еще не работает. Пока мы до этой точки не добрались, пока были, опять же, намеки на вероятности спада рынков, о котором тоже предупреждали, и спекулятивно этим можно воспользоваться целью продажи, да, то есть акции и так далее. Или же спекулятивного, на спекулятивном росте доллара зарабатывать. Но в долгосроке, ну, это как бы, как вы поняли, это, ну, не очень работает. А в целом, так прогнозы происходят, что, то есть, вот есть начало недели, говорится о возвырядности движения в течение недели, а внутри этого движения ежедневно разбираются спекулятивные движения. И, конечно же, этим случаем, если вы, конечно, постоянно смотрите, эфир должен быть в курсе. Поэтому обязательно обращайте внимание и на масштабы, которые разбираются нами, то есть графиков, и на весь новостей, и на первые, как говорится, обзоры недели. Они очень тоже довольно важны. Сегодня у нас на, в экономическом календаре, он довольно богат, то есть, он довольно богат, очень много релизов, но они заканчиваются где-то в районе до вечера, то есть, где-то в районе начала американской сессии, по-моему, они приблизительно заканчиваются. Сейчас мы их разберем, у меня просто, он открыт в английском варианте. То есть, данные с Америки, они по факту где-то в районе, там, пяти часов в начале американской сессии, и выходят, и все. То есть, там дальше больше по Америке ничего нет. Ну, и, как вы понимаете, как бы, ну, тренд, который задает Америка и его экономические релизы на доллар, очень сильно отражается на другие пары. И это, и основная причина просто в том, что доллара больше просто в мире. Вот. И по поводу экономического календаря. В поводу экономического календаря. Имейте в виду, что где-то приблизительно в районе 15-й по МСК, извините, где-то в районе 13-й по МСК будут релизы из Великобритании. И в США рынок труда, уровень безработицы, который, кстати, падает очень довольно хорошо, довольно так стабильно, все еще падает. И из Канады тоже будут релизы, но лучше всего для того, чтобы отталкиваться, для того, чтобы понять, куда двигается канадский доллар, лучше обращать внимание на нефть, в первую очередь, потом же на релизы. Это как будто тоже очень важный фактор. Переходим на валютные пары. Более или менее, думаю, что тренд на фондовом рынке ясна, то есть сейчас тренд, который сейчас продолжается, то есть некая вероятность коррекции разворота, но в целом она укрепляется, снова пошла на укрепление. Особенно фондовый рынок США, который все равно сильнее, чем фондовый рынок Китая, на котором искусственно давит, само правительство давит. Евро-доллар со вчера тоже согласна всем этим прогнозам, по факту укрепление свое продлило. И ретест локальной поддержки, и снова цена поднялась на 1.17. Это довольно хороший сигнал. Посмотрим, есть ли исторические уровни. Но тут довольно хорошо, на самом деле, разворот даже смотрится с одной стороны. С другой стороны, по поводу евро, лучше все-таки посмотреть, что будет дальше с ретестом 1.17.40. 1.17.40, 1.17.60 – это отметки, куда в случае, если цены продвинутся, если дойдут, то нужно посмотреть на свечные какие-либо аномалии, либо аномальные движения, либо посмотреть, как они начинают измениться. То есть, если мы увидим поджатие к этим отметкам, то это признак последующего импульсивного движения вверх. Есть ли амплитуда, размер свечей, приближение к этим отметкам, якобы к этому потолку, да, начинает снижаться. Это признак того, что амплитуды начинают уменьшиться, и энергия тоже начинает теряться. Естественно, могут создаваться фракталы, могут создаваться такие вот параболы. И затем, в случае, если они, конечно, создаются, это дает вам время для того, чтобы распознать сигнал, а дальше зайти в шорт. А в случае, если такого не будет, то просто импульсивная цена будет ретестовать, протестировать локальное сопротивление. Это касается всем сейчас этим, и фунту, и австралии, все называются. Очередной раз вот так вот импульсивно протестируют локальное сопротивление, только зеленой свечой, и закроется где-то посередине, либо где-то приблизительно в районе 1,1760, то это является признаком того, что дальше, скорее всего, грядут шорты, или же просто при торможении роста. И в случае, если после этого движения цена в целом не зайдет ниже 1,1740, то это хороший сигнал с целью того, чтобы готовиться к открытию покупкам, ко следующей сессии. По поводу фунта, приблизительно ситуация такая же. То есть мы уже отбились от локальной поддержки, немножко даже ниже мы его пробили, но все равно отбились вверх. И дальше, если мы ставим на покупки, потому что очень тренд умеренный, очень умеренный тренд, нету аномалии никакой, и мы приближаемся к локальным сопротивлениям и по евро, и по фунту довольно умеренно. Это может быть очень хорошим сигналом, после того, чтобы просто в случае, если вы еще не вошли, то просто подождать некого короткосрочного внутридневного, внутридневного короткосрочного коррекцию, а затем до середины, скорее всего, вот этого диапазона, а затем уже продолжать, скорее всего, покупки, в случае, если это движение, которое после ретеста локального сопротивления произойдет, он будет импульсивный, то есть одно из пичей, и митежа вниз, очень быстро, и как максимум там до середины этого диапазона, вот этого, то есть 1.36, 1.37, 1.36, вот, внутри этого диапазона, то есть это в районе 1.36.50 или 1.36.40, чтобы ниже не опускались цены, ниже, как бы, поддержки вот средней, 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 средней части этого диапазона, чтобы они не опускались. В случае, если это средний диапазон протестируется импульсивно, это хороший знак, в цель того, чтобы начинать снова покупки. Австралийцы и Новозеланды здесь тоже, тут они, конечно, более импульсивно уже приближаются к локальным сопротивлениям, тут можно ставить на вероятность последующего разворота вниз. 0.70.40, хороший отметка довольно, 0.70.45 по Новозеландцу, а по Австралийцу 0.72.80, отметка, которая может протестироваться. Если импульсивно протестируется, да, если амплитуда не начнет снижаться по мере приближения к этим отметкам, то, скорее всего, затем мы ждем некую коррекцию, хотя бы до половины предыдущего импульса. А если ниже зайдем, то это нехорошо, мы, скорее всего, покупки не будем трогать, но в случае, если по итогам ретеста, это уже, да, то есть будущее, по итогам ретеста вот этого сопротивления получим резкий спад, то за этим резким спадом, скорее всего, грядет продолжение общего роста. Это касается и евро, и фунту, и Австралийцу, и Новозеландцу. В целом, исходя из того, что фондовый рынок США укрепляется, и доллар может оказаться под сильным давлением, потому что политика ФРС пока еще не из-за доллара. Соответственно, можно предполагать, что в целом вот этот разворот может дальше продолжаться в течение, там, до конца недели. Австралийц, новозеландец, фунт и иена, фунт новозеландец – это пара, о котором вы, друзья, просили тоже говорить и разобрать. Австралийц, новозеландец в боковике относительно с очень веским срывом продлил свой рост, но я бы не доверился этому движению с точки зрения бычей, с одной стороны, причем потому что срыв очень сильный, то есть расширяющаяся формация тут по факту навряд ли давала кому-либо здесь зарабатывать. Нужно, чтобы цена вышла с этого состояния, и в данный момент импульсивный ретест локальной поддержки происходит. Мне кажется, для австралийц, новозеландец, для внутридня, скорее всего, локальная поддержка 1.0.30.20, 1.0.30, где-то там 15, это хорошая поддержка, исходя из ретеста, который вы можете дальше предполагать. То есть, если импульсивный сильный ретест произойдет, и цена закроется приблизительно, то есть закрытие свечи, не конец тени, да, там, где тень, не там, где в целом самая минимальная цена, а там, где закрытие свечи. Если она будет в районе этих двух отметок поддержек, то есть 1.30.20, 1.30.15, то, а дальше тени, то это вообще очень классный сигнал и в цели того, чтобы ставить на покупку внутри дня. По поводу фунт иена, очень низкая амплитуда, и цена тестирует довольно такого сопротивления относительно локального. И мы еще со вчера говорили, что цена должна все-таки прибраться к этим сопротивлениям 150 и 150.80, потому что этот диапазон относительно зеркальный. И мы там посмотрели, по-моему, исторически, она тоже была достаточно таким местом консолидации, остановки и так далее. Мы сейчас наблюдаем за его прорывом, то есть за прорывом этого диапазона. Но последующие свечики 15-минутные, 30-минутные нам покажут, на самом деле, цена, как хочет двигаться, пойдет ли выше. Амплитуда очень низкая, и тут нет накопления энергии, к сожалению. Поэтому ставить на сильный рост без новостного фона здесь очень трудно. Если сегодня по Британии, по новостям, которые мы видели, что-то хорошее намечается, то, наверное, из-за него что-то хорошее и важное, то, скорее всего, из-за него возможно. А Британия единственное, что очень хорошо умеет избегать всякие там кризисные моменты, такие как карантины, вероятность там входа в карантин, страна, которая провакцинирована очень хорошо в большом количестве людей, и несмотря на все вот эти негативные новости по поводу вакцинации, по поводу передозировки, которые нужно все равно ввести из-за мутации и так далее. А Британия умеет обходить эти ситуации очень хорошо из-за консервативного стиля правления, то есть не либерально, а именно вот консервативно, и то, что сейчас в США. И, соответственно, из-за этого у них есть экономически, вот у фунта все равно сильнее смотрится, сам фунт сильнее смотрится. В целом, на соотношение там и к иене, и иена вообще под давлением самого правительства Японии. И они как находят время, они начинают давить на иену, то есть у них вот это нужно, потому что экспорт, цена на экспорт, и должно быть все выгодно для страны. Фунт новозеландец очень импульсирует поддержку. Это очень хороший сигнал. Если мы не зайдем дальше сильно, и цены не начнут поджиматься к 1.04, 1.94, 1.94, то, скорее всего, дальше нас ждет рост. Но в случае, если тут мы получим продолжение импульса, либо закрытие импульсивной свечи, аномальной свечи в районе этой отметки, неважно, там дальше идет тень, то есть там дальше есть еще минимальная цена, нет, ну, в общем, закрытие свечи, оно важно, то есть, если внутри дня, то там 30 минут, 15 минут, смотрим, ждем закрытие свечи после того, как она дотронется до этой отметки, да. И если закрытие возле самого уровня, и тень еще снизу, то это вообще очень классный сигнал. И он дает определенно даже определиться со стопом локальным, более или менее, с целью покупки. Золото и защитные активы в целом смотрится, то есть, продолжаются быть под давлением, как и мы сообщили, очень хорошие новости по сектору пио, там, точнее, фармацевтических компаний, которые разрабатывают разные там фармацевтику, и также по поводу вакцины. И, кстати, когда вот такие новости, такие новости очень много, и в целом по рынку тоже в основном уже пару недель самые большие объемы, самый большой рост у акций фармацевтических компаний. То есть, бывает, они начинают падать, а бывает, неделями они начинают расти. И вот эти недели настали, и просто сейчас вы посмотрите на самые, те, которые взяли там, ежедневно, делают большие обороты в плане покупок, или хороший рост, то там либо технологические компании США, либо же фармацевтические. Это может потом со временем меняться, но пока в данном моменте это так есть. Поэтому защитные активы, которые в основном растут при кризисе, пока еще под давлением, но у них потенциал хода вверх, то есть, потенциал роста есть. И в целом картина здесь тоже не очень плохо смотрится с целью покупки для золота. Все равно нужно к ней быть очень консервативным, очень осторожным. Тут ретест поддержки или же зеркальные отметки, она смотрится не очень хорошо. То есть, такое ощущение, что цена под этой отметкой 1.1770, она застрянет. Есть такое ощущение, амплитуда довольно низкая. И в общем, в целом цена должен показывать, как он будет отработать отметку 1.70. 1.1770, извините, 1.770. 1.770 долларов. Как цена будет протестировать эту отметку? И затем можно предполагать, что будет дальше. Внизу или вверх? Мы закрепимся внизу на 13-30 минутном или 15-минутном время или же все-таки укрепимся вверху. Но исходя из новостей, исходя из вот этого в целом движения, которое здесь, я думаю, что по золоту и по серебру тоже, скорее всего, нас ждет, скорее всего, дальнейший ретест локальных вот этих поддержек. Не локальных, а в целом. То есть, те, которые ближайшие, в данном случае, для золота это 1770, для серебру это там 2280, 2290, давайте так скажем. И для Платина ситуация, как смотрится, в целом, тоже очень близок к сопротивлениям, которых он протестировал долгое время, не мог подниматься над ними. И, возможно, их не ретест, их не ретест возможен, но сам импульс, смотрите, аж на 4-6 таймфрейме, этот импульс смотрится сильно. То есть, вот по средней свечи импульс очень аномальный, очень сильный. И навряд ли ретест ближайших сопротивлений по защитным активам даст какой-то запас хода в течение ближайшего времени. Поэтому ставить на шорт и то очень спекулятивно, очень по-скальперски на нем зарабатывать, да, можно, но тут нужно немножко систему торговли, скорее всего, поменять, когда вы переходите на очень сильно такие стратегии. евро, франк, доллар, франк и иена. Доллар, иена защитные пары. Как мы видим, доллар по факту с прошлого раза продолжает свой рост, потому что он и так как бы сильнее, чем иена. Потому что мы говорили по поводу политики Японии, по поводу того, что министр меняется и новый министр за того, чтобы стимули продлевали. И это давит на иену, и это им на руку, то есть все с этим окей у них. Ничего страшного для них, это не значит, для их экономики тоже ничего страшного не значит. Это не инфляция США, это не сильное повышение инфляции, у них эта инфляция нужна. Это их кормит по факту. Поэтому продолжение тут 110, психологическая отметка. Тут есть определенного рода развороты после импульсивного приближения к отметке. Мне кажется, тут нас ждет, скорее всего, какой-то разворот в ближайшее время. Но имейте в виду, что в течение дня, в течение завтрашнего дня все равно же тест этой отметки он возможен. То есть мы можем с ним столкнуться. А что будет дальше? Нужно отталкиваться от движения доллара. Доллар похоже, что хочет развернуться вниз. Поэтому по поводу доллара и иенса сейчас нужно будет немножко осторожнее в плане покупок. И доллар-франк ситуация приблизительно такая же. Тут вообще мы видим, что она особо сильным не смотрится. И франк пока сильнее. Как вы знаете, Швейцария и тоже такая же, как Япония, она умеет спекулировать так, чтобы давить на иену. В этом случае, если что, если мы уже вблизи этих поддержек локальных, мне кажется, особенно из-за того, что она зеркальная, это отметка, или же это диапазон 0,92-0,92-0,92-20, то его ретест может сопровождаться последующим укреплением либо же при торможении спада, а затем укреплением. Поэтому, обращайте внимание, очень сильный импульс последней свечи на часовке и на четвертой часовке тоже ситуация тут не может сказать, что плохо смотрится. В целом и евро-франк, и доллар-франк, и доллар-иена очень хорошо смотрятся за цель покупки в целом. Они смотрятся хорошо. Но коррекцию незабываем, она может быть. А нефть с прошлого раза, как мы разбирали, отбой от 70, укрепление над локальным сопротивлением и, конечно же, продолжение роста. Произошел очередное укрепление над сопротивлением, да, то есть мы берем по времени вот этой линии, то есть горизонтально. То вот это укрепление над сопротивлением дало нам последующий рост, ну, очень-очень-очень низком пить туда. По этому поводу мы говорили вам, что бывают котировки разных активов добирают сюда до определенного максимума, а затем его прорывают, укрепляются над ней. Но после укрепления над этой отметкой они просто начинают колебаться в боковиках или же потерять ампилитуду, что еще хуже. и это может быть признаком того, что в средний срок они все равно еще раз развернутся вниз и могут сделать очень сильное движение вниз. Поэтому по поводу нефти обращайте внимание, что на 4-часовом тайм-фреме, который довольно такая среднесрочная уже среднесрочный график, тут есть определенное накопление, которое может привести к тому, что 73 тоже протестируется, 73-50 тоже, возможно, протестируется. Но от 70-40 мы ждем, скорее всего, разворота, особенно если ближайшие движения навстречу этих сопротивлений будут отними импульсами большими на 4-часовом тайм-фреме или же на дневном тайм-фреме, или же на часовом тайм-фреме. По поводу доллар-канадец, резкий спад, как мы видим, это все из-за, скорее всего, из-за, скорее всего, роста нефти, который поддерживает доллар-канады. И этот импульс очень сильный, возможно, он будет продолжаться еще 1.26, пусть будет отметка, от которой мы гуглом отталкиваться. Цена еще не добралась до него, мы вчера давали эту цель, скорее всего, цена будет продевать продажи, 1.26 это сильно такая фантастическая, 1.26-20 давайте возьмем, чтобы быть консервативней. А биткоин, эфириум, криптовалюта, фон на в основе не меняется, он довольно негативный, амплитюда не очень сильная, накоплений тут, к сожалению, нет. А вот дивергенция, извините, немножко не очень хорошая, дивергенция относительно есть. Дивергенция относительно есть между индикатором-асселлятором, асселлятором-индикатором и максимумами. Поэтому обращайте внимание по поводу биткоин, по поводу эфириума, уже неделями мы не позитивно мыслим, и неделями движение вниз продолжается. Единственное, что вблизи, относительно зеркальная отметка, которая начинается для эфириума на отметке 3 тысячи, дальнейшее укрепление над 3 тысячами и над 3 тысячами 200. Приблизительно это не очень плохой сигнал. Но если амплитуда цена потеряет сразу после захода вверх 300-3200 и начнет прямо над ней очень-очень низкой амплитудой двигаться, то это не хороший сигнал. Скорее всего, дальше еще один импульс вниз, короткосрочный, двухдневный и однодневный, до середины импульса как минимум, предыдущий. И по биткоину тоже приблизительно такая же ситуация, скорее всего. Зеркальная отметка тестируется прямо сейчас 44 тысячи. 44 тысячи давайте скажем 500. Хорошая отметка, хороший диапазон. И пока мы не поднимемся на 44 тысячи хотя бы, я не знаю, 700 или же 45 тысяч, то нельзя говорить по ходу покупок, если импульсивно протестировать эти отметки, возможно, дальше пойдем к 45 тысячи. Но главное не получить снижение амплитуды сразу после захода над сопротивлением. Потому что исходя из спекулятивного рынка, где в основном все хотят очень сильно сейчас фиксировать позиции и в биткоине, и на фондовом внуке все сейчас сконцентрированы, все крупники сконцентрированы, чтобы быстро-быстро сейчас зафиксировать как можно побольше позиции, потому что грядет уже что-то не очень хорошее. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир, извините, что очень долго. Обязательно не забудьте подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе эфиров, онлайн эфиров, которые у нас бывают от Александра Михайловича Герчика, от Сергея Заводкина, также от Виктора Макеева. Очень интересные обзоры рынка на этом канале бывают, поэтому обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик. До следующей встречи, всем хорошей второвли, пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин